всем здравствуйте мы снова выбрались на нашу очередную прогулочку и сейчас находимся на улице тверская вот она перед нами вон там вдалеке виднеется переход как раз мы выходили из метро там перешли две небольшие дороги вот сюда как раз и цветофор мигает и вышли на бульвар сегодня мы планируем по тверскому бульвару дойти до патриарших прудов здесь пойдем первый раз еще не ходили попробуем как у нас получится я думаю что сложности не должно возникнуть напротив вот как раз памятник пушкину пушкинский сквер это издательство насколько я понимаю газета известия здесь опять у нас стоят велосипеды я уже показывала предыдущих видео что в москве сейчас это такая хорошая традиция есть много таких пунктов где можно взять велосипед прокат покататься по москве и потом его вернуть в другой такой же пункт не обязательно возвращаться на то место где брал велосипед и собственно вот сейчас мы уже начинаем двигаться по тверскому бульвару красиво сейчас очень рано еще около 8 еще по-моему 8 нет мы и заядлые жаворонки встаем рано и решили что в такую хорошую погоду нет смысла сидеть дома нужно прогуляться а что касается тверского бульвара то это один из старейших верни это самый старый бульвар москвы в свое время он был единственным бульваром в москве других просто не было и соответственно не носил никакого названия просто бульвар в 1796 году он получил свое название тверской бульвар название пошло от улицы от которой он берет свое начало до тверской улице мы двигаемся дальше потихонечку первоначально бульвар был засажен березами однако по какой-то причине березы здесь не прижились и после чего здесь были посажены липы свое время это было очень популярное место для прогулок московского дворянства здесь достаточно много памятников истории памятников архитектуры доходные дома здесь расположены здесь есть дома известных личностей сейчас мы будем проходить я постараюсь немножко о них рассказать осенью 1812 года во время пожара все эти дома очень сильно пострадали а на самом бульваре был размещен лагерь французских солдат которая чтобы я так понимаю согреться вырубили практически все деревья которые были на бульваре после этого бульвар был восстановлен и в общем то вот продолжает существовать до нашего времени но мы двигаемся дальше